Особое мнение на 101FM О теме ЖКХ мы сегодня и будем говорить Тема безграничная, всегда есть что обсудить Вот буквально новости сегодняшнего утра Сегодня у нас в Кировской области официально принято решение О разделении Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства На два самостоятельных ведомства Министром энергетики и ЖКХ у нас стал Владимир Климентовский А Министерство строительства возглавил Алексей Журавлев Насколько, на твой взгляд, оправдано это решение О разделении такого большого ведомства? Ну, на мой взгляд... Давно речь об этом уже заходила На мой взгляд, я вижу за последнее время, что еще со времен департаментов Эти министерства то объединяются, то разделяются Но, на мой взгляд, надо, чтобы строительство было параллельно Ну, или, по крайней мере, отдельно от энергетики и ЖКХ Вот так и случилось, да, получается? На мой взгляд, почему объединяли? Потому что вот программа содействия и реформирования ЖКХ Ее почему-то подводили как раз и под отдел капитального строительства В Министерстве энергетики ЖКХ и вот и сама стройка Но я считаю, что это строить надо отдельно Да, и все-таки должно быть отдельно Министерство строительства Конечно, уже после строительства идет процесс эксплуатации Дома Айота уже, по сути, ЖКХ Но я думаю, что на данном этапе, да и вообще И в обозримой перспективе должны быть отдельные министерства Ну, что касается людей, которые возглавили это ведомство То и Климентовский, и Журавлев, если не ошибаюсь Ну, давненько уже работают, да, в коммунальной сфере Лично есть какое-то отношение, может быть, опыт взаимодействия Оценка их деятельности Ну, опыт взаимодействия есть Климентовский долго в городе работал, в областном центре, да Да, вот Журавлев, он ведь еще работал главой департамента энергетики и газификации Еще до того, как были министерства Он и руководил, в том числе, подведомственными учреждениями Это и обл. коммунсервис, это и агентство энергосбережения Это и управление по газификации Это и казенное предприятие по обеспечению топливом Которое, в том числе, решало вопросы по обеспечению топливом Населенных пунктов Кировской области Вот, и в то время, когда я работал в агентстве энергосбережения Он как раз и курировал, в том числе, деятельность нашего предприятия То есть, как бы, в принципе, он давно в этой сфере, я думаю, что знает все эти вопросы А другой вопрос, что, насколько я понял, он теперь будет заниматься вопросами строительства Новая сфера Не знаю, насколько, ну, судя по его квалификации, она ему подходит Насколько, на твой взгляд, работу Министерства энергетики и ЖКХ стоит сейчас переформатировать На чем, в первую очередь, сосредоточиться Ну, у нас зима, холодное время года, видимо, проблемы отопления, да? Тут должны быть, наверное, в первую очередь держаться на чеку У нас недавно буквально, да, Котельнич в очередной раз Отличился, в кавычках, в этом отношении Кстати, новости сегодня еще поступают Далеко не исправлена ситуация Вот, в частности, о школе в поселке Ленинской искры Сегодня пишут, что там какая-то авария произошла И температура понизилась Своя Котельная? Да, Своя Котельная В поселке Ленинской искры я, в свою очередь, даже обследование Это Котельная проводил, когда как раз работал в агентстве энергосбережения Вот, проводили энергетическое обследование Там делали замеры состава уходящих газов, КПД, котлов, там и так далее Работу энергетического оборудования, насосов, тепловых сетей Вот, даже, по-моему, делали гидравлические тепловые расчеты этих сетей Другой вопрос, что проблем действительно много И, в первую очередь, это, конечно, отопление Потому что это самая существенная цифра в нашей платежке Мы это прекрасно знаем А по итогам декабря, я думаю, что все увидели уже свои квитанции за декабрь И очень многим она не понравилась Потому что не только рост тарифа, который у нас произошел Но и объема, потому что и декабрь, и январь у нас были такие, ну, достаточно холодные месяцы Ну, и продолжается еще зима, собственно, за январь мы в феврале получим Потом еще в марте, в феврале Ну, я, по крайней мере, говорю, за первую неделю января То есть мы это все равно ощутили, каждый на себе Вот, что касается, если мы уже переходим к вопросу по котельниче В практике, насколько я понимаю, тебе приходится много внимания уделять, да? И работать непосредственно в котельниче с собственниками из этого города Ну, по котельничу, конечно, эта ситуация интересная То есть, первое, мы должны понимать, что жители там платят практически в два раза больше За отопление, чем жители города Кирова Это обусловлено? Это обусловлено тарифом Тарифом? Да, если у нас тариф там сейчас примерно 2,700-2,800 За одну гиокалорию, то у них там 5,5 тысяч рублей за одну гиокалорию То есть, примерно в два раза больше Вот, то есть, и, конечно, жители, когда получают квитанции Там по 6-7 тысяч, а мы помним года, где и больше 10 тысяч Больше 10 тысяч, да Приходили в финансы по котельничу Буквально несколько лет назад Сейчас просто, может, меньше на этом акцент делают И когда в конце прошлого года случилась аварийная ситуация На котельной, да, в котельниче То, конечно... В районе котельниче 2 Да, там я, насколько понимаю, что один котел вышел из строя А второй не смогли запустить Вот, почему не смогли запустить второй котел Это, я думаю, что здесь должна быть проведена тщательная проверка Потому что, когда выдается паспорт готовности теплооснабжающей организации К отопительному сезону То там как раз в правилах, которые утверждены приказами Энергос Там идет один светопункт, он как раз касается проверки безаварийности Резервного обеспечения и так далее То есть резерв должен быть предусмотрен И он должен находиться в работоспособном состоянии То есть в случае чего, чтобы его можно было задействовать Да, вот мне интересно проверить, как комиссия принимала решение О готовности облака Монсервиса и выдачи паспорта готовности к отопительному сезону Только по бумагам или реально кто-то выехал и проверил Готов ли котел второй, третий, четвертый Если они были на каких-то котельных к работе Готовы ли они работать в качестве резервных Если нет, то почему ответственные лица или само предприятие Не привлечено к административной ответственности Которая у нас предусмотрена статьей 9.11, по-моему, АКУАП Которая как раз Ростехнадзор должен провести эту проверку Вот, и проверить, насколько требования Готовность к отопительному сезону Да, готовность к отопительному сезону в данном случае На соответствие требований этих правил О которых мы сейчас говорили То есть вот это большой вопрос И, конечно, это не проблема конкретной котельной Конкретного котельничья Это могло случиться в любом муниципальном образовании На любой котельной Другой вопрос, как в будущем эту ситуацию решить Чтобы она не повторилась А как? Какие есть возможности? Есть несколько вариантов Я, конечно, не владею всей информацией Всей документацией по данному вопросу Но первое, что приходит в голову Это разработка инвестиционной программы Облако Монсервису По модернизации и замене этого оборудования на новое Либо второй вариант Это посмотреть, насколько эффективно Сделать технико-экономическое обоснование По замене данной котельной на газовую Потому что в прошлом году в котельничь пришел газ Я думаю, что надо как раз задействовать это преимущество И осуществлять перевод этих котельных Которые работают на угле и мазуте на газ Как я так понимаю, в будущем Вот уже в ближайшем, я думаю, в будущем Это начнется в Слободском В городе Слободском Но жители города котельничь должны понимать Что это не приведет Ну или, по крайней мере, если не будут каких-то политических задач поставлены Перед регулятором Это не приведет к снижению тарифа Так Потому что мы знаем, что несмотря на то, что газ Практически самое дешевое топливо Инвестиционная составляющая То есть амортизация И другие составляющие, которые есть в тарифе При строительстве и эксплуатации новой котельной Они фактически перекрывают всю экономию Которая связана с топливом Вот Мы сейчас видим ситуацию, что Рост цены на мазут По итогам прошлого года Составил практически 85% По углю примерно 50-60% На дрова 17-20% То есть вот этот весь рост тарифа По сути сидят поставщики топлива То есть люди бы по факту Изменения-то в лучшую сторону не почувствуют Не будут платить меньше Но эти изменения могут уберечь систему Собственно сделать ее более работоспособной Более надежной Возможно позволит избежать Вопрос в том, что насколько готов областной бюджет Поучаствовать в том, чтобы покрыть межтарифную разницу Я напомню, межтарифная разница Это разница в тарифе между экономически обоснованным тарифом То есть которая утверждает региональные службы по тарифам И тарифам для населения, которые принимают уже муниципальное образование Конкретные цифры, то есть они меньше экономически обоснованного То есть, например, если в Котельниче экономически обоснованный тариф В среднем 5,5 тысяч рублей за одну геокалорию То муниципальные власти могут принять решение Что для отдельных категорий, для отдельных домов Дифференцировано Для каких-то, может быть, 5 тысяч рублей за геокалорию Или каких-то 3 тысячи рублей И вот эта разница, она покрывается за счет средств областного бюджета Вот, и здесь, в принципе, для людей-то решение всегда есть То есть, будет котельная работать на газе Или будет инвест-программа для обл. коммунсервиса В любом случае решение есть Это помощь из областного бюджета Другой вопрос, что, вот опять же, мы говорим про тарифы для газовых котельных Мы знаем пример Мурыгина Где мы тогда анализировали затраты, да, составляющие в тарифе И там до 40% доходила стоимость аренды котельной Самой котельной, которую строил Газпром И сдавал в аренду Газпром Теплоэнергокиров Вот, то есть, по сути, из тарифа 40% это аренда котельной Куда, по сути, входят вот эти все амортизации и так далее Вот, поэтому Газ, это не панацея Да, то есть, мы должны это понимать И вот, как бы, огульно, да, все переводить на газ Это, конечно, надежность Ну, переводить-то хорошо, видимо Да, это бесперебойность Но в деньгах не всегда можно получить эффект Экономический эффект не всегда можно получить И далеко не всегда мы можем получить снижение тарифа А, как правило, это повышение тарифа Ну, вот сегодня опять с утра, да, новости по котельничу Чтобы как-то сгладить, загладить эту вину за проблемы в новогодние праздники Людям все-таки принято решение, видимо, тариф пересчитать Плату пересчитать за отопление Ну, это, видимо, закономерное решение, да После того, как они почувствовали Понижение температуры, да Да, если температура была ненормативной, да То должен быть перерасчет в домах, где нет вообще домовых счетчиков Вот А там, где они есть, там уже надо смотреть, есть ли акты Соответствующие Вот Я так понимаю, что в котельниче Там еще произошла авария на водопроводе Который осуществлял подпитку тепловой семьи Да, ну была такая информация, да Вот, поэтому я не знаю, там сейчас нормализовалась ситуация или нет Но в любом случае Вот эти все вопросы Надо понимать, кто был ответственным Да, и, соответственно, я думаю, что надо ответственных лиц уже привлекать Это чтобы такого не было И я еще, насколько знаю, там в котельниче было муниципальное предприятие МУП, который сейчас банкрот И все это имущество, эти все котельные, тепловые сети Они в аренде у конкурсного управляющего То есть в таком еще подвешенном состоянии Да, то есть что с этим делать, когда они будут все переданы или проданы кому-то То есть это тоже большой вопрос И я думаю, что здесь тоже какая-то составляющая есть в тарифе Которая, ну, какую-то значительную часть составляет То есть надо во всем этом разбираться И принимать какие-то уже решения на властном уровне Предлагаю сейчас поговорить о работе госжилинспекции Ровно неделю назад губернатор Кировской области Александр Соколов Высказал в довольно жестких тонах свои претензии Государственной жилищной инспекции Связано это было с многочисленными жалобами на непочищенные дворы По-моему, там Кировочепец, по-моему, фигурировал в первую очередь И губернатор Соколов заявил о том, что по отношению к ГЖИ Он может составить такие должностные инструкции Что сотрудникам ведомства придется непосредственно находиться на месте Откуда поступают эти жалобы Прям чуть ли не в палатке там жить Результатом вашей деятельности должны быть чистые дворы Сказал он в адрес руководства ГЖИ Если во дворе не почищено, ваша функция пропросту не выполнена На твой взгляд, насколько оправданы в адрес Госжилинспекции Такие претензии со стороны губернатора Надо ли так действительно жестко поступать? Ну здесь очень просто Мы видим ситуацию, что дворы могут быть не почищены Просто из-за того, что кто-то оставил там машину Во дворе То есть как трактор будет чистить, если там машина стоит? Причем здесь даже может быть не вина управляющая компания Которая своевременно предупредила всех жителей дома И гостей этого дома О том, что в определенное время приедет техника Что пожалуйста, уберите машины Эти объявления, как правило, размещаются на входе В подъезды, в лифтах, в местах общего пользования На досках объявлений Но кто-то просто считает, что я никому ничего не должен Я не обязан машину убирать Я имею право здесь ставить Это мой дом, это моя квартира И вот просто не буду убирать А кто мне что сделает? То есть в этой ситуации ГЖИ как-то вот она Не совсем оправдана, да? И даже управляющие этой компании И даже управляющие этой компании В таких случаях ничего поделать не могут У них нет никаких возможностей Эту машину передвинуть, эвакуировать А если что-то с ней произойдет То придется отвечать за порчу собственности Да, будет определенно там поцарапают Или там еще что-то Причем тут АГЖИ пока не совсем понятно Потому что при каждом случае нерасчищенного снега Должна быть проведена соответствующая проверка Но это плановые проверки сейчас По общему правилу у ГЖИ не предусмотрены Поэтому могут быть только внеплановые То есть по обращениям граждан То есть если граждане не пожаловались То есть не написали в жилищную инспекцию То дворы считаются, так сказать, почищенными Да, то есть что удовлетворяют граждан Которые проживают, жители в этом доме Поэтому если где-то не почищены И не пожаловались в жилищную инспекцию То что может сделать жилищная инспекция? Кроме того, с нового года еще Был добавлен обязательно досудебный порядок Обжалование решения ГЖИ И сейчас получается, чтобы... В чем его суть? Суть в том, что перед тем, как обратиться в суд Если вы не согласны с решением жилищной инспекции Например, по внесению изменений в реестр лицензии Или, например, жилищная инспекция выдает предписание О том, что нужно, например, сделать перерасчет платы за отопление Или очистить, как мы сейчас говорим, двор от снега То перед тем, как обращаться в суд Что можно было делать раньше Необходимо сначала написать жалобы в жилищную инспекцию Которая рассматривает вышестоящий руководитель Высшестоящее должностное лицо И уже принимает решение по этой жалобе То есть если признает обоснованной То эти решения отменяются Для чего внедрён был такой порядок? Чтобы суды разгрузить или что? Я думаю, в том числе Да? Это в том числе Но вот по практике Общественного совета Это работа в ГЖ, в котором я состою Я спрашивал, сколько было решений По тому, когда вышестоящее должностное лицо Жилищная инспекция отменила Решение нежестоящего То есть без суда Таких случаев мне не назвали Любопытно За всю историю То есть насколько эффективен Будет вот этот досудебный порядок Жилищной инспекции Я уже высказал свое мнение На общественном совете В том числе руководству ГЖИ Что это неэффективно Там срок, по-моему, на обжалование 10 дней Что заинтересованным лицам Проще просто выждать эти 10 дней Пропустить срок на обжалование И сразу же обращаться в суд Чем уложиться там Часто технически тогда В этот срок Потом ждать ответа Там 30 дней или сколько И получить отказ По своей жалобе Уже потом обращаться в суд То есть можно сэкономить Как минимум там 2-3 недели А время играет, как правило На заинтересованных лиц Ну а вообще твое мнение По поводу эффективности Работы ГЖИ Инспекции Кировской области Это же обращение в ГЖИ У нас считается одним Из самых действенных Методов воздействия На ту же управляющую компанию На твой взгляд Действительно Насколько хорошо ГЖИ У нас трудится Ну я так думаю Что в той части Которая Оно защищает Интересы жителей Так как Оно не занимается Вопросами Которые связаны С предпринимательской деятельностью Потому что они Сами обращаются в суд То такие Так сказать Самые простые И очевидные Ошибки Управляющие компании И ресурсы Обращающие организации Жилищная инспекция Исправляет В каких-то сложных Моментах Неоднозначных Или неопределенных Иногда Жилищная инспекция Не права И у них есть Определенная статистика По-моему 20 или 30 Процентов Их решений И предписаний Отменяются в суде Около трети Да То есть То есть Тоже есть Определенные ошибки В том числе Связанные Ну С каким-то С некачественной Проработкой И Нормативных актов Ну И другие вопросы То есть Поэтому Конечно Эффективность Тут оценивать Сложно Но мы На общественном Совете Я всегда Высказываю Свои замечания Предложения По работе В том числе Предложения По По эффективной Работе И деятельностью Жилищной инспекции Но к сожалению По повышению Эффективности Да По повышению Эффективности Но к сожалению Не всегда Жилищная инспекция Руководство К ним прослушиваются Потому что Ну например Самый простой пример Если у вас в доме Проведено Общее собрание И Протокол По закону Направляется В государственную Жилищную инспекцию Вы как собственник Не согласны С этими решениями Общее собрание По любому вопросу Которые требуют Общего собрания Да Этот протокол Потом был отправлен В жилищную инспекцию Управляющей компании Но вы с этим решением Не согласны И хотите его спорить В суде Чтобы вам его спорить Вам надо С этим решением Как минимум Ознакомиться А еще лучше понять Кто как голосовал Ознакомиться С бюллетенями голосования Вы направляете Допустим У вас нет возможности Пройти в жилищную инспекцию Отправляете Кого-то по доверенности И вам жилищная инспекция Говорит Вы не собственник Это персональные данные Мы вам не даем знакомиться Я напомню Как раз Было судебное решение Областного суда Где Я представлял интересы Жителя дома Которым как раз Жилищная инспекция По доверенности Не хотела давать Эти данные Но областной суд Сказал Что это не нарушение Закона о персональных данных Что любой собственник Праве знакомиться С этими решениями Вот И соответственно Его право на обжалование Вот этих решений Общего собрания В суде Не должно как-то Вставиться в зависимость От того Кто пришел Знакомиться По доверенности Потому что Допустим Если я вас представляю По доверенности Я по сути Действую от вашего имени Вот И Это предложение По итогам Судебной практики Которая не было В Кировской области Например Я предложил Опубликовать на сайте Чтобы жители Могли понимать Что они сами могут Прийти ознакомиться С этими решениями Или их Представители По доверенности Вот Но это предложение Не было например Поддержано Хотя Потом Как оказалось Опять же Стали повторяться Эти случаи То есть Когда нету Публичности Когда нету Прозрачности Принимаемых Решениях Будут постоянно На ошибки И эффективность Можно повышать Сколько угодно Но она не будет Высокой В данном случае Еще одно Громкое заявление Прозвучало На том самом Заседании В правительстве Неделю назад Я думаю Что это всколыхнуло Рынок игроков Коммунальных Опять же Губернатор заявил О том Что К весне Этого года Стоит задача Сократить число Управляющих компаний На Две трети Ну там Речь шла о том Что многие Управляющие компании Неэффективно Работают И губернатор Назвал такие организации Просто-напросто Лоботрясами Не может переварить Город и область Такое количество Управляшек Если у них объем Меньше определенного Это отмывочная контора Вот такие Резкие достаточно Заявления прозвучали Как Как сейчас Представить себе Что у нас Одномоментно Две трети Управляющих компаний В областном центре Исчезнет Ведь это в том числе И бизнес Планирование И так далее Очень много аспектов Услышав эту новость Какие эмоции И мысли В первую очередь Возникли У тебя Ну У меня особой эмоции Не возникло Так как Я не занимаюсь Деятельностью По управлению домами Но я разговаривал С некоторыми руководителями Управляющей компании Они конечно Честно говоря Не понимают Как связана Ликвидация Управляющей компании Ну Как бы Принудительно Властно Потому что Есть определенная процедура По лишению лицензий И она Довольно непростая Там Она довольно сложная То есть там По-моему Надо чтобы Как минимум 15 что ли Процентов Должно быть Многоквартирных домов Исключено По решению ГЖИ И только потом ГЖИ Должна обратиться В суд В суд О том Чтобы Отозвать Эту лицензию Подожди То есть это только По решению суда 15 домов 15 процентов Домов Которые Находятся в управлении У конкретной управляшки Они должны принять решение О том что они уходят От нее Нет Они должны быть исключены Они должны быть исключены Из управления В связи с грубыми Нарушениями Лицензионных требований Ну это я сейчас так А это у нас Не выполнение работ Всевозможных Там очень много Сейчас По уборке И неподготовка К отопительному сезону И очистка снега С крыш Ну и Очень много там всего В лицензионных требованиях Другой вопрос Что это процедура Мы видим Что по итогам Нескольких прошлых лет С момента Внедрения Процедуры И механизма лицензирования Это все не быстро И как правило Это уже управляющие компании Которые фактически Остались Без домов Ну то есть В управлении домов Не осталось Это какие-то такие уже Полубанкротные Управляющие компании Их деятельность Уже На таком этапе Находится Она уже фактически Остановлена Они Были случаи Которые еще Домами Как бы не то чтобы управляя А занимались содержанием Андрей я прошу прощения Что перебиваю У нас пора Небольшую рекламу Выпустить В эфире Сейчас я напоминаю Что гость нашей студии Андрей Воробьев Мы продолжим очень скоро Особое мнение На 101FM Напомню Что наш гость Андрей Воробьев Член исполкома Кировского отделения Ассоциации юристов России Член экспертного совета При региональной службе По тарифам Эксперт в сфере ЖКХ Мы говорим О резонансной теме О возможном сокращении Числа управляющих компаний В ближайшее время На две трети Причем сокращение Как это осуществить Как не укладывается Еще в голове Ведь открывались Управляющие компании Они соблюдали все требования Подавали необходимые документы Госпошлина Нужно уплачивать Как сейчас будут власти Определять Кого ликвидировать Можно ли это сделать Законными методами В короткие сроки Законный метод Это по решению суда Чтобы были основания Для обращения в суд У двух третьих Управляющих компаний Этих оснований нет То есть две трети Управляющих компаний Так просто С рынка Управления В Кировской области Не исчезнут То есть Должны быть нарушения Чтобы были нарушения Их должны выявить Исключать дома Из реестра А чтобы это все было Это должны быть Внеплановые проверки Жилищной инспекции Сама жилищная инспекция Так просто Взять и провести Плановые проверки У двух третьих Управляющих компаний Не может Не в состоянии Не в состоянии То есть у нее Таких полномочий нет В том числе Благодаря Так называемой Регуляторной гильотине Которая была принята А вот Поэтому Я думаю Это вопрос времени Но очищение Рынка Управляющих компаний В Кировской области Конечно Неминуемо Неминуемо Потому что Есть управляющие компании Которые открываются Закрываются Которые действительно Работают Как отмывочные Которые ничего не делают Мы знаем И конкретных людей Которые Побывали Неоднократно В местах Не столь отдаленных И до сих пор Имеют то или иное Отношение К управлению Многоквартирными домами Вот Там самая распространенная Преступная схема Это Не выплаты Ресурсно-сностраняющим Организациям Да Насколько я понимаю Да То есть люди Вносят плату А до ресурсников Эти деньги Не доходят Не доходят Но зато Эти руководители Читая Книги Библиотех В местах Не столь отдаленных Обеспечивают Своих близких Родственников Домами Квартирами Земельными участками И машинами Вот Как говорится Все на благо Родни Своей Семьи Вообще Система лицензирования Деятельности Управляющих Организаций Совершенно Она Несовершенно Нужно ли Вводить Какие-то Дополнительные Дополнительные Требования Нормы Чтобы Действительно На рынке Оказывались Только самые Добросовестные Игроки Я знаю Мы общались С руководителями Управляющих Компаний Они Высказывают Сомнения В том Что Существующие Сейчас Нормы Они позволяют Действительно Только самым Хорошим Самым Эффективным Работать Надо совершенствовать Систему Я думаю В этой части Ее пока Совершенствовать Не надо Я уже Неоднократно Говорил Что Надо Сделать Простой Понятный И быстрый Механизм По смене Управляющей Компании Чтобы не было Такое Что Управляющая Компания Зашла На дом Вцепилась Крепко Когтями И не отпускает Его Никому Не отдают И выкачивает Деньги Из дома Несмотря На многочисленные Жалобы Собственные Жалобы Да Нарушения Я неоднократно Говорил Тот законопроект Который В Госдуме Висит По упрощению Процедуры Проведения Собраний В том числе Посредством СМС Телефонного Звонка Вайбера Ватсапа И так далее Когда очному Присутствию Не требуется Да Потому что Собственник Мог из любой Точки города Не обязательно Куда-то Приходить Заполнять бюллетени Мог быстро Проголосовать И принять решение Надо Упростить Механизм Голосования В ГИС ЖКХ В государственной Информационной Системе То есть Надо Упразднить Механизм Обязательного Голосования Для возможности Участия В электронной Системе Просто убрать Чтобы мы Прямо сейчас Могли провести Электронное Голосование Сейчас Нельзя это делать Надо сначала Провести Обычное Собрание А уже Только потом Ты можешь Электронное Делать И так далее Когда Этот механизм Будет проще И Собственники Будут просто Сами Быстро Принимать Решение О том Что их Эта управляющая Компания Не устраивает И рынок Сам Все расставит На свои места Потом уже Можно будет Возвращаться К вопросу Саморегулирования И плавного Перехода От лицензирования Вот В том числе Законопроект Который Про гарантирующие Управляющие Организации Есть в интернете Да Упомянуть Сейчас о нем Видимо И мы будем Завершать Потому что Времени не так много Гарантирующие Управляющие Компании Да О чем речь идет Это такие компании Которые По сути будут Подхватывать Дома Которые Не выбрали Или не реализовали Способ управления Как правило Это какие-то Неблагополучные Дома От которых Коммерческие Так сказать Управляющие Компании Которые Они муниципальные Отказываются От их управления Ветхие Небольшие Ну там могут Разные причины Ветхие Где есть Некоторые Квартиры Непригодные Уже к проживанию Аварийные Вот Но дом все равно Нужно содержать Управлять Пока весь дом Не признали аварийным Вот Там как правило Большие затраты На содержание Большие риски Получение штрафа За невыполнение Того или иного Вида работы Или оказания услуги И поэтому Они не особо Интересны Эти дома А гарантирующие Управляющие Организации Будут Эти дома Брать В порядке Очередности Стоимость Услуг Будет определять Государственная Жилищная инспекция Сама Так То есть она может Определить и 100 рублей За один квадратный метр По содержанию Общего имущества Потом будет определяться Какая-то Минимальная сумма По содержанию Эта разница Должна будет Компенсироваться Из областного бюджета В виде субсидий Этим Гарантирующим Управляющим Организациям Одновременно А сейчас Нижнего Верхнего потолка Не существует Нет Да Вообще Вообще Организация Организация Не все Успели обсудить Так или иначе Благодарю Нашего гостя Андрей Воробьев Член исполкома Кировского отделения Ассоциации юристов России Член экспертного совета При региональной службе По тарифам До новых встреч В любом случае Увидимся До свидания Особое мнение На 101FM